МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в 40-градусную жару, как в Дубае. И в снегопад, как в Эстонии. Российские туристы в Таиланде сменили пляж на очередь к избирательному участку. Время ожидания в очереди на Пхукете часа полтора, не меньше. Из-за наплыва желающих проголосовать на курорте Паттайя пришлось продлить работу участка на два часа. Это голосование в Китае, в российской дипмиссии, в Пекине праздничная атмосфера. Многолюдно, шумно, красочно голосует казачий хор. Они на гастролях китайской столицы. Здесь же экипаж аэрофлота. Мы вместе с коллегами каждый день принимаем ответственные решения, как на работе, так и в обычной жизни. Я очень счастлива, что сегодня у нас есть возможность проголосовать в выборах президента Российской Федерации. Это еще одно ответственное решение. Важен голос каждого. К тем, кто не может прийти проголосовать лично, избирательная комиссия едет сама. Иногда и за сотни километров. У нас предусмотрено выездное голосование для строителей, сооружающих атомную станцию в Линдьонгане, на востоке Китая. У них непрерывный производственный процесс. Голосуют россияне в Японии, Вьетнаме, Южной Корее. В Индонезии очередь еще до открытия участка. В Америке три избирательных участка. В посольстве в Вашингтоне и в генконсульствах в Хьюстоне и в Нью-Йорке. Своей очереди люди ждут и у генконсульства в австралийском Сиднее. На выборы приходят целыми семьями. Я испытываю гордость за то, что я являюсь гражданином Российской Федерации. На Кипре избиратели угощают блинами и чаем.